То есть, что такое есть придомовая территория? Это вы заходите в Google, вбиваете «державный земельный кадастр», открываете его, то есть он выглядит как карта в Google, то есть вы находите свой адрес, находите участки рядом с домом, нажимаете на эти участки, и каждый участок помечен. Там написано, например, что «Ц коммунальная властность», вы нажимаете «Скачать информацию подробнее», заходите туда через любой доступный вам способ, такой же, как в грамматском бюджете, например, «Банк ID», я последний раз через «Монобанк» зашел, то есть это абсолютно бесплатно, просто идентифицирует вас. Вы открываете эту информацию, видите, написано «Коммунальная властность», але знаходится в постельном и безоплатном укорастовании, там, например, у ЖБК «Речка Вик-2», к примеру, если бы так было, я думаю, что «Речка Вик-2» был бы декорат. Но когда вы туда зайдете, вы там не найдете в большинстве случаев даже границ придомовой территории, в принципе, а если найдете, то увидите, что «Ц коммунальная властность», и дальше никаких объяснений совсем. Недавно совсем обращались журналисты с вопросом «Тверской тупик», я не помню номер, что у них собираются строить рядом, прямо на их детской площадке, прямо во дворе собираются строить дом. То есть они в шоке, они пытаются найти информацию, и вот информация звучит, вокруг их дома там три участка, и два из них написано, что она у коммунальной властности, але в постельном укорастовании, то есть не в постельном, а в укорастовании, то есть там УУ, ТОВ, там чего-то СПС, по-моему. Так вот, придомовая территория, для того, чтобы с нее брать сегодняшний день налог, законно, должна обязательно быть в одном из трех статусов, в любом. Вот смотрите, первый статус – ЦУ властности, то есть вам должны ее передать в собственность. То есть во всех этих случаях, вот три, которые я буду перечислять, надо будет изготовить границы придомовой территории, да, то есть и первый вариант, например, вам отдают ее в собственность, это раз, да, тогда вы за нее должны платить налог. Вам отдают ее в аренду, да, то есть если вам отдают ее в аренду, то вы платите арендный платеж, арендный платеж содержит в себе тоже налог, да, то есть и, соответственно, вы с арендой платите налог. Вам передают ее в постельный, например, безуплатное корыстование, да, тогда вы не платите аренду, но вы все равно за нее должны платить налог. А теперь внимание, момент очень интересный, да, то есть если вы откроете на сегодняшний день земельный кодекс, 42 статью, то в эту 42 статью, в прикинцевых положениях закона, который подавала Алена Валерьевна Бабак, 417-8, тот самый славно известный в 2015 году, обратите внимание, в 2015 году, внесены изменения. Так вот, 42 статья, часть 2, касается многоквартирных домов, которые не находятся ни в коммунальной собственности, ни в государственной. Обращаю ваше внимание, дома, в которых хотя бы одна квартира приватизирована, не являются ни коммунальными, ни государственными, а являются частными. Так вот, дома, которые не являются коммунальными и не являются государственными, то есть для того, чтобы у них была придомовая территория, ее необходимо передавать спив властникам. То есть что это означает? Что на сегодняшний момент, по действующему законодательству, с 2015 года передать землю юридическому лицу, ОСББ или кооперативу нельзя. То есть закон такой формы не предусматривает. Какая форма закладывалась? Потому что, в принципе, я вопрос задавал, Алене Валерьевне задавал, потому что она как один из авторов этого закона. И я когда описывал ситуацию, как я ее понимаю, мы также обсуждали эту ситуацию с Трахимцом, это юрист, который работал с Алексеем Юрьевичем Кучеренко. То есть обсуждали также в том числе и с другими юристами профильными именно по этой тематике. И мы все сошлись на мнении на каком? Что задумка изначально, и в Европе часто это тоже можно увидеть, была такая, что изготавливаются границы придомовой территории вокруг дома. Вот вокруг дома есть, вот мы изготовили эти границы, документы. После чего мы знаем, что данная территория занимает какое-то количество квадратных метров. У нас есть абсолютно весь перечень и реестр всех собственников, к этому мы сейчас вернемся. И у каждого из них четко понятно, какое процентное соотношение его квартира, либо нежилое помещение в доме занимает в целом. И, соответственно, будет в документе указано, что он является также совладельцем, например, на 1,23% и вот этого участка придомовой территории. Без выделения конкретного маленького его участка в натуре. То есть есть общий, и написано, что 1,23% принадлежит этому собственнику. И у каждого собственника такая же долька должна быть указана. То есть в чем сегодня проблема? Вот смотрите, в 2015 год вносятся эти изменения. В прикинцевых положениях также написано, то есть к Абмину, в том числе и Министерству юстиции, разработать порядки и согласовать все перекрестные документы в течение шести месяцев. Ну как бы шесть месяцев уже столько раз прошло, что я уже даже и не знаю, как об этом еще говорить. Я понимаю, что каждый министр юстиции, когда приходит, он приходит для других целей. И текущий, который пришел, то есть, ну честно, я не буду как бы оскорблять его с точки зрения на голове или как он там сидит. И богу, мне абсолютно фиолетово. То есть, как он развлекается у себя в кабинете, если он выполняет основной функционал, который на него положен. А я вижу, что в этой части как бы никто, ни действующий министр, ни предыдущие министры абсолютно ничего не делали. А теперь смотрите, что очень важно. То есть, это я рассказываю сейчас более широкой аудитории. Я не надеюсь, что там кто-то меня услышит. В министерстве это, ну честно, надо быть, наверное, глупым идиотом, чтобы думать, что кто-то там будет слушать. Вот, но я надеюсь, что остальные начнут понимать. И когда у нас появится запрос именно снизу, со стороны людей, на данные изменения, то, может быть, тогда этот общий запрос догонит министра, да, то есть, и он, может быть, начнет задумываться о том, что это важно. А теперь смотрите, почему важно дальше, да, вот то, что происходит. Причем, заметьте, это важно не только для нас, как для собственников, да. Это очень важно в том числе сегодняшний день и для депутатов Киевской Минской Рады, и для других депутатов в других городах, у которых та же самая проблема. Почему это важно? Смотрите, на сегодняшний день депутаты от «Слуги народа» внесли изменения и убрали поевой взнос от застройщиков. Очень сильно похудел бюджет после этого, да, то есть, города, ну, Киева так точно сильно похудел, да. Теперь очень трудно будет добывать деньги на строительство инфраструктурных проектов. Школы, садики, больницы, да, то есть, дороги, коммуникации. Это все было заложено в поевой взнос застройщика, когда он создавал новую нагрузку, да, то есть, на город в виде жильцов, да, то есть, в новом доме. Потому что каждый новый дом, а сегодня в Киеве дома строятся большие, по 500, по 600 квартир, да, то есть, и каждый такой дом дает огромнейшую нагрузку на инфраструктуру. Инфраструктуру к этому дому надо успевать строить, потому что те, кто сегодня заселяется в новые дома, в спальных районах, они прекрасно знают, что в школу попасть нельзя, в садик попасть нельзя, в больницах скоро будет дурдом точно такой же, да, то есть, как и в школе, и в садике. Что вы понимали, вот берем Дарницкий район, две школы, которые между Асокарками и Позняками находятся, это Киевская Русь и Скандинавская гимназия, по 55-60 учеников в классе. То есть, вы понимаете, я в свое время интересовался для того, чтобы нормально преподавать или коммуницировать с учениками и успевал за 45 минут донести материал, спросить, да, то есть, и с каждым пообщаться. Хорошая цифра – это 18 человек. Вот хорошая цифра – это 18. Можно больше, но хорошая 18. Можете представить 50, 60, да, то есть, ну, как учитель может с ними коммуницировать, успевать, да, и, соответственно, качество и уровень образования вы сами можете себе примерно представить. Это не виноват учитель, да, то есть, абсолютно, это не виновата школа. Это виновата система, в которой строится куча всего. Это мы с вами обычно обсуждаем только парковки, да, то есть, что нету парковок и домов много, и поэтому Дарницкий район напоминает «человейник», как сейчас называют, да. Вот, а садики, а школы, а больницы, а дороги, да, то есть, ничего этого нет, да. Почему я на этом вот сейчас остановился, да, то есть, потому что очень важно понимать, что у города помимо затрат, да, то есть, должны быть еще и деньги, которые приходят, которые он собирает. Так вот, налог на землю является местным налогом, и он весь уходит полностью в городской бюджет, не в государственный, а в городской, да, и это очень важный момент. Почему? Потому что на сегодняшний момент я столкнулся с этим года два назад и начал серьезно в это вникать. Выяснилось, что налоговая не обелечивает никого по поводу налога на землю на придомовых территориях по одной простой причине, что она не знает, кто владелец и не знает, как обелечивать. Зато, зато они года два назад методично, да, то есть, издевались и насиловали ЖБК и ОСББ на предмет того, что они должны платить налог на землю. То есть, я в этом вопросе глубоко начал разбираться, коллеги, значит, с ОСББ кооперативов начали судиться, начали выигрывать суды, мы начали вызывать представителей фискальной службы, там, налоговой службы, они каждый раз по-новому называются, и объяснять им, что каждый иск в суд против них они будут проигрывать, да, то есть, и сейчас, на данный момент, насколько я знаю, они уже немножко успокоились, да, вот, но так по одинокие выпадки идут, когда они занимаются, по сути, вымогательством налога на землю, да, то есть, тех, у кого земли по своей сути нет, да, но эту тему я, если надо, будет потом объясню, сейчас идем дальше. В чем дальше важный момент? Вот смотрите, для того, чтобы налоговая понимала, кому выставить платеж, да, то есть, налога за землю, да, у нас должен быть единый электронный реестр собственников. Те, кто создавали на сегодняшний день ОСББ, они прекрасно знают, что это такое, особенно, когда у тебя дом 80-го года постройки, а тебе надо сделать ОСББ, да, вот, краткий экскурс, что тебе необходимо сделать, то есть, инициативная группа идет в ЦНАП, можно районный, можно общегородской, который там в Дарвинском районе находится, да, то есть, вот, неважно, в любой ЦНАП, оно сейчас, реестр электронный, тебе дают этот список, ты с этим списком садишься, смотришь, у тебя 100 квартир, например, а у тебя в ЦНАПе, в реестре 75, ты понимаешь, что у тебя где-то 25 квартир болтается в непонятном, да, месте, то есть, их нету, а в процессе ты потом, наведя справки, узнаешь, оказывается, что когда создали электронный реестр в ЦНАПе, туда попали только те квартиры, с которыми, ну, и нежилые помещения, с которыми что-то происходило после 2013 года, то есть, если человек спокойно, тихо живет в квартире, не продавал, да, то есть, не закладывал ее в банки, на нее не накладывался арест, да, то есть, как бы не оформлял какие-то дарственные, да, то есть, и так далее, она не переходила по наследству, то ее на сегодняшний день в ЦНАПе, в открытом электронном реестре нет, то есть, ее просто нет совсем, соответственно, вы не можете понять, а 100% теперь квадратных метров, это сколько, а вот у соседа Вани квартира 56 квадратных метров, это какое процентное соотношение от общей цифры по дому? Вы этого не знаете, этого ЦНАП не знает, этого никто не знает, да, теоретически это знает БТИ, но БТИ неинтересно эту информацию знать, вообще, в принципе, да, то есть, и вы тогда задаетесь вопросом, а где мне взять эти 25 квартир, которых нет, да, в официальном списке, мне же сборы надо провести, там же Алена Валерьевна придумала, что там проценты должны быть какие-то общие, мне же как-то посчитать надо, тогда вы идете к нам, мы в городе так организовали, я не знаю, как в других городах делается, потому что БТИ, по сути, эту справку должно давать вроде как платно, да, мы организовали в Киеве таким образом, что инициативная группа приходит к нам в департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры, на Большую Житомирскую 15А, дает нам протокол, мы на основании этого протокола от департамента делаем официальный запрос в БТИ и просим, что отдайте нам те данные, которые у вас в БТИ на 2013 год последними зафиксировались, да, БТИ готовит справку, причем, вот смотрите, мы с ними разговаривали, БТИ говорит, что у них есть отдельно, заметьте, этот весь вот, вот просто вот анахронизм, да, того, что происходит, в БТИ есть два бумажных реестра, такие фолианты вот такие, да, в одном есть собственник, да, то есть и номер квартиры, а в другом фолианте есть, получается, номер квартиры и количество квадратных метров, а так как они это все вручную выбирают из бумажных носителей, они говорят, слушайте, мы два тома не будем, мы вам в одном томе будем делать, причем, заметьте, они нам его дают не в электронном виде, ну, для удобства потом, да, они нам дают его в бумажном, причем, я смотрел, они еще дают и в Ворде, это, ну, это вот те, кто понимают, что такое Ворд и Эксель, да, вот, чтобы вы понимали, вот, весь анекдот того, что происходит, грустный такой, вот, не смешной совсем, и вот человек из инициативной группы на руках имеет два списка, в одном, в электронном списке у него 75 квартир, это актуальный список новый, там точно 75 именно так, как они написаны, и имеет неактуальный список по 75, но актуальный по 25, которых нету в этом, да, он накладывает эти списки друг на друга, там, где они пересекаются, то список из СНАПа считается более свежим, а там, где нет пересечений, да, то считается, что эта информация единственная доступна из быты, и таким образом мы получаем 100% данных, ну, мы так думаем, потому что есть еще украденные подвалы там и так далее, они всегда в загадочном списке, бывает, что их в быты нету, в СНАПе нету, у них какие-то документы есть, но это отдельная тема для разговора, считаем, что у нас есть 100% список, да, а теперь вот вы скажите, а налоговая шо, то есть должна то же самое теперь делать, да, по каждому смотреть, собирать, каждый раз брать новые справки, ведь для того, чтобы обилетить гражданина на предмет владения землей, у них должен быть электронный реестр, они по закону обязаны каждый год присылать нам платежные уведомления на оплату налога на землю, да, как они это могут сделать? Естественно, никак, соответственно, они налог на землю не собирают с преддомовых территорий, а мы, как люди, как собственники, которые должны этой землей пользоваться на праве, либо, как я говорил, собственности, либо аренды, либо корыстувания, да, мы воспользоваться землей не можем, нас только обязывают ее убирать, да, даже не сколько обязывают, мы сами ее убираем, почему? Потому что мы хотим жить, как бы, ну, все-таки не в говне, да, то есть, а в чистой преддомовой территории. Но, тут важный момент, я когда общаюсь с СББ и кооперативами, я с ними общаюсь очень часто, они говорят, что мы согласны платить за землю, но мы хотим, чтобы, если мы за нее платим, чтобы мы имели право поставить забор, поставить шлагбаум, да, то есть, чтобы на нашей преддомовой территории не появился МАФ, который торгует чем-то, да, там, алкоголем, даже неважно, не алкоголем, вот последний случай, который, Дарнинский район, да, декабристов 5, по-моему, вот мне представитель звонит и говорит, Леш, у нас на территории поставили МАФ, МАФ, который собирает этот металлолом, там, еще какую-то херь, да, то есть, вот, и не просто, да, ну, ладно, бог с ним, они бы поставили хороший сортировочный какой-то пункт, да, они бы поставили бомжатник, самый натуральный бомжатник с рассадником, всего, что только можно, если там туберкулеза нет, это огонь, да, чтобы вы понимали. И вот разрешение у владельцев дома, который эту преддомовую территорию убирает, никто не спросил. И вот поверьте, люди хотят, чтобы у них была земля, да, вот тут факт говорит, что, то есть, они не готовы платить налог на землю, для этого есть местные депутаты, которые ставку налога на землю устанавливают 0,03%, она не лошадиных размеров, она маленькая, и люди способны ее платить. Люди за это получат гарантию того, что на их земле не будет происходить ничего, да, что нарушает их интересы. Там не появится завтра дом, там не появится завтра МАФ, да, то есть, там не придет наш благоузский городской, не снесет забор, не снесет ворота, да, то есть, и не снесет все остальное. Вот, поэтому люди хотят, да, то есть, а теперь смотрите, почему очень важный момент, что право на землю должно передаваться конкретно именно людям, да, то есть, а не юридическим лицам. Рассмотрим два аспекта. Начнем с самого такого, ну, прям вот, легко понимаемого, да, то есть, если дом обслуживается не коммунальным ЖЭКом и не ОСББ и ЖБК, а частным ЖЭКом, да, то есть, или там частной, как сейчас можно говорить, управляющей компанией, да, передавать ей землю нельзя, потому что она сегодня есть, завтра ее нет, да. Земля – это такая штука, которая должна быть у людей. То есть, ее нельзя отдавать частникам в принципе, да, то есть, ни под каким соусом. Поэтому отдавать землю юридическому лицу, да, то есть, в доме, в котором квартиры и там помещения приватизированы, категорически нет, да, я думаю, что все это понимают. Вот, а есть еще следующий момент. Теперь смотрите, что если земля будет числиться, вот как у нас, вот около трех десятков ЖБК и ОСББ успели оформить себе землю в собственность, успели, еще при Омельченко, да, то есть, им так повезло. Так вот, для них налог на землю идет как для юридических лиц, да, то есть, вот он какой-то имеет размер, и вот он для юридических лиц. А теперь смотрите, у нас налог на землю имеет понятие льготности. То есть, до какого-то вот метража люди за него не платят. Люди, у которых там, да, то есть, герои труда, люди с инвалидностью, да, то есть, и так далее, у них там есть определенная сетка, которая позволяет им иметь льготы на оплату налогу на землю, да, то есть, что это означает? Что малоимущие люди, у которых одна квартира с маленьким метражом, они налог на землю вообще платить не будут, да, то есть, и это будет справедливо социально по отношению к этим людям. И поэтому важно все-таки остаться в этом поле, да, то есть, а не уходить в поле, а давайте раздадим землю там ЖБК и ОСББ, и они будут платить больше. Тогда налог на землю будут платить все одинаково, независимо от статуса, да, и это неправильно. Потому что юридическое лицо имеет больше ставку налога, да, то есть, пенсионер, там, да, заслуженный, там, какой-то там, герой труда и так далее, он вообще будет платить ноль, потому что у него льгота есть, да, то есть, и так далее. Это правильно, да, но для этого еще раз мы возвращаемся, почему я так долго и нудно все это рассказываю. Первое, у нас должен быть электронный реестр, поэтому надо кончить реестр в БТИ бумажный, весь его перевести в электронный и загнать его в ЦНАП, чтобы у нас был один электронный реестр. В электронном реестре будет трудно воровать помещение, да, то есть, практически, наверное, почти невозможно. Поэтому это вот решит еще вторую проблему с воровством подвалов, чердаков и так далее. Нужно изготовить документ, который будет четко говорить, что в доме 100% помещений это вот столько, и это именно вот такие, и в электронном виде этот документ должен быть, да, а не где-то в БТИ храниться, и под страхом смерти его никто никому не отдает. Вот, еще раз, да, мы должны все бумажное превратить в электронное и передать в ЦНАП. И это должен сделать сегодняшний день Верховный Совет. То есть, Верховная Рада должна это проголосовать и обязать, избытые все убрать и загнать все в ЦНАПы. Все в электронный вид. Прекратить хождение по мукам, прекратить вот это, да, хранение в этих толстых бумажных фолиантах, чтобы оно все было в электронном виде. Мы будем тогда понимать, что у нас происходит, мы будем знать абсолютно всех собственников, а то у нас получается как офшорная зона какая-то в БТИ, да, то есть, куда нельзя ни глянуть, ни посмотреть, что там происходит, да. То есть, вот, Бигус Денис меня очень хорошо поймет, да, то есть, когда он рассказывал, он впервые начал заниматься анализом этих деклараций, да, а их выкладывали в ПДФ-ках, да, специально, чтобы их невозможно было смотреть и невозможно было анализировать. Вот то же самое происходит сегодня в БТИ, только вы представьте, что у вас даже в ПДФ их нет. Они хранятся в бумажном виде, да, то есть, вот так их брать. Поэтому все в электронный реестр. Должен появиться документ, который говорит, что столько-то квадратных метров жилых, столько-то квадратных метров нежилых, это 100% всего дома. И вот такой-то перечень вспомогательных технических помещений, да, то есть, которые есть у дома, чтобы прекратить эту оголтелую липовую приватизацию, по сути, воровство технических помещений, вспомогательных у жильцов дома, да, у собственников. И следующий момент будет, да, то есть, это определение границ придомовых территорий, это уже задача города Киева, потому что это коммунальная земля, это мы, да, то есть, вот как город, по сути, Киевская мискорада, как депутаты, должны выделить деньги Департаменту земельных ресурсов, который должен заказать эту работу всем придомовым территориям, сделать границы, занести это в ДЗК, в Держанный земельный кадастр, да, и после этого начать процедуру, да, то есть, которую должен теперь написать Минюст, для того, чтобы земельные участки закрепились за каждым собственником, да, то есть, квартиры либо нежилого помещения. Это в долгоиграющей перспективе, но это необходимо делать, и кто-то должен начать эту процедуру, да. На сегодняшний момент, насколько я понимаю, нету депутатов, которые это понимают, вот нету, да, по сути, этим должны заниматься на сегодняшний день, то есть, вот, комиссия, это та самая ЖКХ, вы видите, что даже закон про сдвиг на октябрь с мая, да, то есть, даже этот закон, вроде как их, да, даже он подан не ими, то есть, это, ну, вот, соответственно, я вот честно, я даже не знаю, кому это, я уже устал это предлагать, да, вот, депутатам, чтобы они это взяли в работу, но это необходимо делать, потому что тогда вот то, о чём они говорят, рынок земли, рынок земли, рынок земли, вот он, да, вот, это не рынок, но это тоже земля, и тоже земля, которую нужно чётко дать, да, людям, чтобы она у них была, они не будут ей торговать, да, но это станет землёй, на которой они смогут что-то делать на сегодняшний момент, да, то есть, это тоже важно, но они почему-то про это не думают, Ну вот, неинтересно, видимо, да, вот, и что должен сделать Миньюст? Миньюст должен сделать формат документа, то есть они должны его разработать, да, как будет выглядеть непосредственно документ на дом и документ на землю рядом с домом. Вот этот формат и тут, и тут они должны разработать, и тогда мы, как город, сможем эту землю начать давать людям, только после этого, да, то есть вот. А Миньюст ничего не делает, да, вот, и вот в этом месте по поводу земли, налога на землю и так далее, еще раз обратите внимание, я же начал с чего, да, что это наполнит городской бюджет деньгами. На сегодняшний момент в городском бюджете аховая дырка, ну просто вот такая дырища, да, то есть вот. Почему? Потому что стандартные доноры бюджета, которые его наполняли на сегодняшний день, то есть, да, они этого не делают, да, то есть покупательная способность падает, ЕСВ там и так далее, налоги поотменяли, да, то есть нету на сегодняшний момент поевого взноса, да, то есть вот, вот все, да, то есть и бюджет вот так вот на глазах просто сжимается, да, вот. А в данном случае, да, то есть мало того, люди говорят, дайте нам землю, дайте нам землю нормально по закону, и мы будем ей пользоваться. При этом малоимущие, как я сказал, да, то есть и те, которые владеют одной квартирой, с высокой долей вероятности платить за нее не будут. Платифундисты, у которых по 30, по 50 квартир, да, то есть, конечно, будут. Ну, часть из них депутаты Верховной Рады, да, либо бывшие, либо текущие, понятно, что они будут сопротивляться, но время такое, да, то есть пора уже, то есть если, ну, тогда не заставлял, а сейчас должно заставить. И следующий момент, тоже, который нужно делать, я уже не знаю, уже все вокруг говорят, что уже время вот точно настало, вот сейчас, ну, по-любому это должно случиться, да. Минюст должен разработать, да, то есть метод проведения сборов ОСББ, ЖБК и ОСН, да, то есть в электронном виде. На сегодняшний момент у большинства людей есть банк-айди, скоро будет мобил-айди, и есть ЕЦП. Это нормальный способ подтверждения, да, то есть вот особый, чтобы люди могли таким способом подписывать протоколы загальных сборев, потому что на сегодняшний день заставлять людей собираться живьем, это, ну, во-первых, это маразм, да, во-первых, а во-вторых, учитывая ситуацию, да, то есть это еще и угроза, да, то есть и причем довольно серьезная. А для того, чтобы это было, смотрите, то есть нужна площадка, я так думаю, что, скорее всего, на базе Минюста, на которой, да, то есть может глава ОСББ, используя свой ЕЦП, да, то есть зарегистрировать сам формат протокола, а люди, которые должны в его доме голосовать, да, должны заходить туда и голосовать любым доступным им способом, то есть это либо мобил-айди, либо банк-айди, либо ЕЦП. То есть те, кто так не смогут, да, это отдельный разговор. Понятно, что сразу мы 100% не обеспечим, да, но если мы возьмем на сегодняшний день, например, парковые озера, которые построены несколько лет назад, где живут молодые семьи, я уверен, что больше 50% людей легко, абсолютно и непринужденно проголосуют электронным способом. Надо дать им такую возможность. Для этого, опять же, тот же самый Минюст, да, должен оформить это у себя на сайте. Почему у себя, я вот так считаю, да, потому что регистратор, регистратор должен доверять тому результату, который будет сделан. Поэтому я не представляю, да, то есть как это можно сделать на частных каких-то площадках. На сегодняшний день кооперативы, ОСББ и так далее как-то пытаются это сделать, и насколько я вот общался, например, кооператив «Солнечный город», Зинченко, вот Андрей, который организовывал, да, то есть у него есть способ проведения внутренних сборов своих именно как кооператива, но это не жилой дом, да, то есть и там не будет таких вот моментов с сопротивлением, опротестованием и так далее, да. Вот, а здесь нужна площадка, да, Андрей, да, привет. Парковым озером, да. Должна быть площадка, на которую, еще раз говорю, вот председатель ОСББ, либо глава инициативной группы, потому что, например, председатель против, либо не хочет, там, его снять хотят, да, глава инициативной группы заходит, регистрирует протокол, да, в этом протоколе люди голосуют в электронном виде, если они набирают уже больше половины, будем считать, что все, протокол, говорит, действительно сборы вид булыся, да, то есть все, и этот протокол автоматически уже лежит в цнапе у регистратора, все. То есть, ну, я не понимаю, что, что еще нужно объяснить, насколько это классно, и почему вот они это не делают, я вот, надо, ну, почему не делают, понятно, ленивые не хотят, да, то есть еще что-то. И, друзья, и это все Министерство юстиции, да, большой привет министру, да, то есть вот ноги крестиком на голове поставить, это классно, супер, мне тоже очень понравилось, а можно вот эти вещи сделать, да, вот параллельно, вот, и дальше стоять ноги крестиком на голове, то есть, пожалуйста, да, вот. Главное, чтобы вот работа, которая ждет, да, я повторяю, с 2015 года 6 месяцев, да, давалось, вот, а сегодня так вот слегка 2020. Пора, ну, ну,